И попроще, потому что мы будем просто слушать и петь. Да, для гостей я объясняю, что вы находитесь в помещении планетария. У нас вот там стоит машинка, вот эта кругленькая, которая воспроизводит небесный свод. А Владимир Алексеевич может это сделать со временем, да. На Маяковском было. На Маяковском было, да. Если звезды сжигают. Значит, это кого? Если звезды сжигают. Да, кстати, вот еще немножко о романтизме. Вы знаете, что европейский романтизм, если брать и немецкий, Ширина, скажем, да, вот как яркого представителя, и английский, Байрона, достаточно отличались один от другого. Ну, во всяком случае, в английском романтизме, именно в поэзии Байрона, было очень много от борьбы. Это был романтизм такой личности, которая одинока, которая находится в постоянном противоречии с миром. Вот Жуковского этого рода романтизм не интересовал вовсе. Он брал из романтизма вот эту тайну, эту фантастику, эти необычные обстоятельства. Это жизнь души, это душа и грех, это душа и любовь. То есть он брал из романтизма все-таки, он все-таки был еще сентименталистом. Еще Карамзинская школа была в нем очень жива. И вы знаете, есть ведь история о том, как Жуковский, уже начинающий поэт, уже работающий в Вестнике Европы, встречался с Карамзиным. И Карамзин жаловался ему на то, что ему сейчас не до стихов. Он, как вы знаете, занимался историей государства российского. Ему было вот стихи, ему были как-то вот уже, но он их пережил, у него был очень короткий стихотворный период. И когда Жуковский спросил, а как же, мы же без вас осиротеем, Карамзин улыбнулся и сказал, не осиротеем, голубчик, вы вполне меня замените. Вот, то есть это было вот, и еще кое-что. Хочу напомнить вам, я не устаю об этом напоминать. В 15-м году была организована беседа любителей русского слова во главе с адмиралом Шишковым, куда собрались все старики. Беседа обычно проходила очень важно. Люди были во фраках и мундирах, были торжественные обеды, и они там читали свои классические произведения и ругали, почем зря, молодежь. Молодежь, да, был такой драматург шаховской, очень плодовитый, но такой легкий, который написал «Видение на липецких водах», пьесу, которая была поставлена, где он высмеивал и сентименталистов, и всех их. Скажем, Жуковский там был выведен под именем Фиалкина. Такой чувствительный Фиалкин. Вот. Но молодежь не осталась в долгу, она тут же начала противодействовать и писать пародии. Тот же Вяземский молодой тогда. Вяземску вы знаете, мы с вами об этом говорили. Палец в рот не клади. Он был человеком очень острым. И, собственно говоря, решили объединиться молодые. И они объединились под эгидой Арзамаса. А почему, собственно, Арзамас? Как возник Арзамас? А потому что один из них написал, я сейчас не помню кто, пародию, где эти члены беседы были представлены заседающими в трактире в уездном городе Арзамасе. Вот. Ну и пошла... Причем, в отличие от чопорной беседы, молодежь веселилась, друг друга подкалывала всякими остротами, все получили прозвище. Жуковский получил прозвище Светлана, Василий Львович Пушкин получил прозвище Вод, Вяземский был Осмодей, естественно, кем же он еще мог быть, да? Ну и так далее. А Пушкин, когда вступил в 1917 году в Арзамас, получил прозвище Сверчка. Вот. И это такая была война. Война. И я хочу сказать, что люди были все-таки интеллигентны при всем при том. И все это было достаточно мило и без грубостей особых. Но, тем не менее, война эта шла. Пока, в 1916 году, со смертью Державина, беседа не прекратила свое существование. А лишившись естественного противника, конечно, потом затух и Арзамас. Арзамас затух еще по одной причине. Как раз в это время нарождающееся декабристское движение пыталось перетянуть молодежь на свою сторону и направить его в общественно-политическое русло. Это не всем нравилось. Жуковскому не нравилось вовсе. Он считал и... Ну, вы знаете, такие избитые вещи, что насильно осчастливить нельзя. Ну и так далее. Короче говоря, он считал, что если человек может стать лучше, то исключительно через внутреннюю работу над собой. Другого пути нет. Увы, как показывает жизнь, старик был не так уж и не прав. Вот. У меня сейчас в голову, знаете, пришла странная мысль. Вы знаете, мою любовь к декабристам и мои многолетние изыскания в этом, так сказать, в этой области. И мне все время приходится на них нападать. В последнее время. То есть, как только я начинаю русской литературой заниматься, так тут же, значит, вот идет такое нападение. Ну, ладно. Это вот, собственно, что... Да, и что я еще хотел сказать. Вот они узнали, что в лицее появился талантливый мальчик. Саша. Который пишет чудесные стихи. Но не отличается серьезностью характера и вообще шалопай. Вот. Ну, вы знаете, что я говорю о Пушкине, да? Что делают эти ребята? А им по 25, 26, 27 лет. Они тоже еще достаточно молодые. Они едут в лицей и договариваются этого сорванца образовать. И они прекрасно справляются с этой задачей. Прекрасно. Потому что если внимательно посмотреть на чтение Пушкина, на его... Пушкин чем отличается от всех других русских поэтов быстротой своего роста. Никто не рос так, как Пушкин. Никто. Потому что... Ну, смотрите. Приезжает... Приезжает Михайловская из Южной ссылки. 21 год ему был, да? Когда он приехал в Михайловске. Из Одессы. И вдруг, через три года, написан Борис Годунов, написан Онегин, написаны самые главные образующие стихи. И это все за очень короткое время. Когда говоришь о Пушкине, и вот рядом Вяземский, он все время рядом, рядом Жуковский, он все время рядом. Он пишет Пушкину, что хватит тебе быть эпиграммой, пора тебе становиться поэмой или повестью. Он постоянно его растит. Причем это ему небезопасно. Потому что Пушкин-то постоянно ведь в конфликте. В конфликт ему влезть ничего не стоит. А человека ни на минуту не прекращающего титанический труд. Вы знаете, что из всех поэтических занятий, занятия переводом это самое сложное. Сложнее этого нет. Жуковский справляется с фантастической легкостью, с такими трудными вещами. Он находит нужный размер, он находит нужный стиль. У него никогда нет безвкусицы. Ни разу. Никогда. Вот возьмем перечтем его всего. Нету. Можно брать и читать с любого места. Поэтому вот при своей внешней неяркости, при своей внешней такой округлости и доброте, при мягкости характера известной, тем не менее, это один из самых стойких. русских поэтов и стойких именно вот в утверждении романтизма. Он берет из романтизма только вот согласие человека с Богом и природой. Он не берет конфликты другие. Если конфликты интересуют его, исключительно нравственные. Другие нет. Давайте попоем. когда я был любим в восторгах в наслаждении, как сон пленительный вся жизнь моя текла, но я тобой забыт, где счастье привидение, а к счастью моим любовь твоя была, когда я был любим. Тобою вдохновенной я пел, моя душа хвалой твоей жила, но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный, ах, гением моим любовь твоя была. Когда я был любим, дары благодеяния, в обитель нищеты рука моя несла, но я тобой забыт, нет в сердце сострадания, ах, благостью моей любовь твоя была, ах, благостью моей любовь твоя была. Кстати, эта стихотия называется «Песня», и песня — это отдельный жанр Жуковского, это отдельный жанр. В отличие от песен, скажем, Дельвига, который стилизовал эти песни под русскую народную стихию, Жуковский этим не занимается. Ну, следующая песня. Рад уж петь, так петь песни, правда, не. «Песня» «Дуправо шумит, сбираются тучи, на берег зыбучий, склонившись, сидит, в слезах пригорюлись, дивится краса, И полночи буря мрачат небеса И черные волны вздымаясь бушуют И тяжкие вздохи груди белу волнуют Душа цвела природа уныла Любовь изменила, любовь унесла Надежду, надежду, мой сладкий удел Куда же мой ангел, куда улетел? Ах, полное счастьем мирским насладилась Жила и любила, и друга лишилась Теките струей, вы слезы горючи Дубра вы дремучи, тоскуйте со мной Уж более не встретить мне радостных дней Простилась, простилась я за жизнью моей Мой друг не воскреснет, что было не будет И бывшего сердца вовек не забудет Ах, скоро ли пройдут унылые годы С весною природы красы рассветут Но сладкое счастье недважды цветет Пускай же дорогое в слезах оживет Любовь, ты погибла, ты радость умчалась Одна, а минувшем тоскам не осталась Ну, певец, в стане русских воинов я читать вам не буду Мы с вами этого не выдержим Ну, пару строк, пожалуйста На поле бранном тишина А вы спойте? Нет, это невозможно Там же написано, что это песня Ну, да, я понимаю У нас еще будет опыт Мы будем петь балладу пытаться Так что не волнуйся На поле бранном тишина Огни между шатрами Друзья, здесь светит нам луна Здесь кровь небес над нами Наполним кубок круговой Дружнее, рука в руку Запьем вином кровавый бой И спадшими разлуку Кто любит видеть в чашах дно Тот бодро ищет боя О, всемогущее вино Веселие героя Прям языков, да? Да Войны отвечают Кто любит видеть в чашах дно Тот бодро ищет боя О, всемогущее вино Веселие героя Певец Сей кубок чадом древних лет Вам слава, наши деды Друзья уже могущих нет Уже нет вождей победы Их дом и вихрь разметал Их гробы срыли плуги И пламя ржавчины сожрал Их шлемы и кольчуги Да, какая звукопись Но дух отцов воскрес в сынах Их поприще пред нами Мы там найдем их славный прах С их славными делами И ты, наш Петр В толпе вождей Внимайте клич Полтава Орды пришельца Снеть мечей И мир взывает слава Давно льо хищник пожирал Ты взором наши грады Беги Твой кони всадник пал Твой след костей громады Беги И стыд и страх Сокрой в лесу С твоим сарматом Отчизны враг Сопутник твой Злодей Владыки братом Но кто серьяный великан Сеявитесь полуночи Друзья На спящий вражистан Вперил он страшные очи Его завидя в облаках Шумящим смутным роем На снежных Альпах В высотах Взлетели тени с воем Бледнеет гал Дрожит сармат В шатрах от гневных взоров О горе Горе Супостат То грозный наш Суворов И вот так вот Да, он проходится Вот замечательные совершенно стихи Это перевод из гейна Кто слез на хлеб свой не ронял Кто близ адра Как близ могилы В ночи бессонны Не рыдал Тот вас не знает Вы ж не силы На жизнь мы брошены от вас И вы ж да взнаться нам с виною Страданию вы даете нас Страданию вы даете нас Вину преследуете Вину преследуете Мздую Но в этих потрясающих стихах Самое потрясающее Знаете что? Он перевел эти стихи Когда его назначили Воспитателем Квилитой Княгинии Он задумал Вот такие стихи найти Немецкие Она же немка была И перевести их на русские Которые бы воспитывали Душу Ведь надо сказать Да Ну Жуковский был конечно консерватор Конечно он Был связан Личными узами С двором Да Все так Но ведь Просвещенная монархия Была идеалом Уже классицистов В 18 веке Не просто монарх Сам по себе Какой он есть А идея Что монарха Можно воспитать И нужно воспитать Эта идея была Очень им близка И не надо говорить о том Что это наивная идея Нет А сколько ей было лет? Ну ей было 18 Ну что? Вот в каком возрасте Да В 18 ей было Да И было 18 И понимаете А была задача именно Обобщенного нравственного воспитания Да То есть не то что там Ее крещение Нет 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 Это все было без него Все без него Просто общее Да Да Совершенно верно Потому что Толнохан то и давал Никаких денег не давлял Минувших дней О чарование Зачем опять Воскресла ты Воскресла ты Кто разбудил Воспоминания И замолчащие мечты Шепнул душе Привет бывалый Душе блесну Душе блеснул Знакомый взор Из рима ей В минуту ста Незрима ей С давнишних пор О милый гость Святое прежне Зачем мою теснишься грудь Могу ль сказать Живи в надежде Скажу ль тому Что было А будь Могу ль узреть В облеске новом Мечты Увядшись Красноту Могу ль опять Одеть По кровам Знакомой жизни На готу Зачем Душа В той край Стремиться Где были дни Каких уж нет Пустынный край Не населиться Не узрит он Минувших дней Там есть Один Жилец Безгласный Свидетель Мир Старины Там Вместе С ним Все дни Прекрасны В единый Гроб Положены Вот здесь Это вот мысль Да, что Прошлого уже нет Что Будущего еще нет Что Жить Можно только Тем, что Здесь и сейчас Это вот такая тоже Романтическая мысль И как она здесь Блестяще Выражена Когда вам надоест Вы мне скажите Что я могу пить долго И что будет Закончим Нет Вот коротенькая балладка Кстати, может попробуем У меня правда музыки нет Но я что-нибудь придумаю В свой край Возвратясь Из дальней земли Три путника В гости К старушке Зашли Прими Приюти нас На темную ночь Но где же Красавица Где твоя дочь Принять Приютить вас Готова друзья Скончалась Красавица Дочка Моя В светлице В светлице Свеча Пред иконой Горит В светлице Красавица В гробе Лежит И первый Поднявший Покров Гробовой На мертвую Смотрит С унылой душой Ах, если б на свете Еще ты жила Ты мною бы отныне Любима была Другой покрывала Опять наложил И горько заплакал И взор опустил Ах, милая, милая ты Умерла Ты мною так долго Любима была Но третий Опять Покрывала Поднял И мертвую В бледной Уста Целовал Тебя я любил Мне тебя Не забыть Тебя я И в вечности Буду Любить Вот такая вот страшилочка Вот Замечательный Ну, во-первых, друзья мои, помните, как я вам говорил, что гений чистой красоты это чье выражение? Не пушки Не пушки Как мимолетное видение, как гений чистой красоты, говорил Александр Сергеевич, имея в виду Анну Петровну Керн На самом деле это выражение в русской литературе еще в 21-м году, ну, кстати, почти в то же время, да, это почти близко, придумал Василий Андреевич Жуковский Поначалу оно было посвящено, как бы, возникло в связи с великой княгиней, которую он воспитывал, а после в связи с лицезрением Сикстинской Мадонны Надо вам сказать, что будучи восьмиклассником, ваш покорный слуга Подождите, подождите, это вот Елизавета была, правильно? Да Да То есть там же есть теория, что все секторные Пушкина ей посвящено Да Ну нет, это нет Но теория есть Ну мало ли Ну вот, в общем, короче говоря, вот ваш покорный слуга, будучи восьмиклассником из города Санкт-Петербург, тогда Ленинград, приехал в Москву А в Москве в это время была выставка Дрезденской галереи, которую мы должны были отдать в город Дрезден И ваш покорный слуга, значит, первый раз туда попал с одноклассниками, увидел Сикстинскую Мадонну, все, что у него было, упало вниз, и я стоял и смотрел на эту Сикстинскую Мадонну, пошевелиться не мог Эти ангелочки внизу, да, она идет по облакам навстречу, огромная картина Потом, когда остальной восьмой Б-класс поехал на Туршинский аэродром, я купил второй раз билет и второй раз я пошел и уже смотрел только на нее, больше ни на кого Так что Жуковского можно понять, давайте прочтем это стихотворение, ладно? А то я все говорю, говорю, может, я все вру Я смотрел и призрак мимо, увлекая душу вслед, пролетал невозвратимо, я за ним, его уж нет Посетил, как упование, жизнь минуту озарил и оставил лишь предание, что когда-то в жизни был Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты Он поспешен, как мечтание, как воздушный утро сон, но в святом воспоминании не разлучен с сердцем он Он лишь в чистые мгновения бытия бывает к нам и приносит откровения благотворные сердцам, чтобы в небе сердце знало В темной области земной, нам туда сквозь покрывало, он дает взглянуть порой И во всем, что здесь прекрасно, что наш мир животворит, убедительно и ясно он с душою говорит А когда нас покидает, в дар любви у нас в виду, в нашем небе зажигает он прощальную звезду Вот такое замечательное стихотворение Ну и любимое мое стихотворение Жуковского О милых спутниках, которые наш свет Своим сопутствием для нас животворит Не говори с тоской, их нет, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью быть О милых спутниках, которые наш свет Своим сопутствием для нас животворит Мне кажется, что это одно из лучших стихотворений русской поэзии И вы понимаете, вспомним Державина Когда у Державина, помните, умерла жена Екатерины Яковлевны, которую он очень любил Он плакал от того, что не может в стихах выразить глубину охвативших его чувств Поэзия была еще для этого не разработана И вот появляется спустя очень недолгое время поэт Который родился, собственно говоря, при жизни Державина Державин ведь умер в 16-м году И спустя некоторое время, вот это 21-е год, это стихотворение Он уже пишет такие вещи Теснется все к тебе в охрань И все с коленопреклонения Тебе приносят, к тебе приносят, к тебе приносят, к имям Тебя гремящим славят пеньем Я одинок в углу стою Как жизнью полон я тобою И жертву тайную свою Я приношу тебе душою Можно ничего не объяснить И, наконец, я хочу вам спеть его последнее лирическое стихотворение В 23-м году он повидался с Машей Приезжал в Дербт Они гуляли, долго разговаривали Маша выглядела усталой, больной Но старалась не расстраивать его Они расстались И буквально через неделю ее не стало Она умерла от чахотки И вот он написал стихи Я не знаю, почему я решил их спеть В общем, туда помолчать надо, на самом деле Но я решил их спеть Может быть, мне это удастся Ты передо мною стояла тихо Твой взор унылый был полон чувства Он мне напомнил о милом прошлом Он был последним на этом свете Ты удалилась, как тихий ангел Твоя могила, как рай спокойно Там все земные воспоминания Там все святые О небе мысли Звезды небес Тихая ночь Вот, я еще раз говорю, что после этого Он не писал стихов Занимался переводами Переводил много Кое-что по второму разу Как Греево кладбище, которое он снова перевел Уже другим размером Вот такая жизнь Теперь по поводу баллад Баллады, кроме него В русской поэзии В таком количестве не писал никто Как вы думаете, откуда пошла баллада? Что это такое? У вас есть какие-то мысли по этому балладу? Я вас сейчас очень удивлю Значит, балладу придумали итальянцы Корень балла Означает танец Это песня-танец Баллада, баллата Вот И Жуковский очень хорошо это все показывает То есть это вот такой длинный-длинный-длинный танец Который люди танцуют Рассказывая друг другу О каком-то бывшем происшествии Часто с фантастическим оттенком Повторяю еще раз, что баллада Жуковского Да, это главная тема Это грех и его искупление Так или иначе Грех может быть очень разным Ну, скажем, Людмила Виновата только тем, что она Взроптала к небесам Когда ее любимый не приехал Значит, любимый не приехал Она взроптала к небесам Сказала, что вы такие сякие Меня подвели Любимого нет, жизнь пропала Ее Уговаривают не надо, не надо Ты что, ты что Будем смириться Она не смиряется И ночью к ней приезжает ее мертвый жених И увозит ее в могилу Вот, собственно говоря, все баллады Баллада Ленора, которая была написана позже Это второй перевод С тем же сюжетом практически Только написано более эмоционально Сейчас я вам кусочки почитаю сначала Вот Ну, Ивик во журавли Там понятно Там Ивика убили в лесу И, значит, народ говорит Где Ивик, где Ивик Вообще Ивика нет Беда А тут прилетают журавли И указывают на убийцу И, значит, терзают Ну, да вот давайте прям Пройдемся по балладам Коротенько, да, я Страшно, между прочим Вот кто в интернете пишет Пишет пересказ всяких Это не я Значит, ну, с Людмилой мы разобрались, да С Ленорой С Ленорой, ну, Ленора то же самое, что Людмила Это второй перевод из Бюргера Только более такой, более живой, что ли Кассандра Бедная женщина, несчастная Может провицать, а изменить ничего не может Вот она все знает, а толку-то Изменить ничего нельзя Тоже жуть вообще какая-то Так Ну, Светлана Единственная такая детская совершенно вещь Раз в крещенский вечерок девушки гадали За ворота башмачок сняв с ноги бросали Снег пололи под окном Слушали, кормили Счетным курицу зерном Ярый воск топили В чашу с чистой водой Клали перстень золотой Серьги изумрудны Расстилали белый плат И над чашей пели Влад Песенки подблюдны Ну, идет картина гадания Потом, значит, Светлане снится страшный сон Но Жуковский, поскольку посвятил Саше Ваейковой Эту балладу Он же не мог гадость такую сделать Оказывается, это все сон На самом деле все замечательно Она проснулась И никаких ужасов там близко нет Все нормально Но тем более Светлана и не виновата Ни в чем Вот Адельстан Адельстан Один товарищ Извините, рыцарь Вот Для того, чтобы иметь успех у девушек Продал дьяволу душу И получил красоту, силу и смелость Вот И он стал, значит, на турнирах Побеждать, 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 побеждать А грех-то за ним все равно Должок И он, значит, решил Сына своего Вот этой красавицы Отдать в жертву Ну, красавица испугалась, естественно Побежала за ним Сына-то выхватила А он в чудовище Из топи Две руки чудовище Его забрало к себе Ну, тоже, в общем Какая замечательная Ну, и Викова журавлия, понятно Вот Балладов, который описывается Как одна старушка ехала на черном коне вдвоем И кто сидел вперед Впереди Значит, здесь тоже такая тема Старушка чем-то провинилась Чем Чем Жуковский не рассказывает Жизнь большая могла чем-то Ну, чем-то очень сильно Она провинилась И тут, значит А сын у нее монах И он говорит Давай, матушка Вот тебе умирать скоро Я там за тебя помою Не молись, не молись Не молись, нельзя Нельзя, 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 нельзя Ну, он ее Оставил в покое Ну, старушка помирает И когда помирает Она говорит Ты мой гроб Прикуй Там цепями Двенадцатью цепями К этому месту И сверху там положи еще какую-то штуковину Чтобы гроб был никак не И вот Вспоминаем, кстати Что и вея вспоминаем Да? Вея вспоминаем И вот первую ночь идет молебен Церковь трясется Страшно Но Петух прокричал И, значит, все Вторую ночь Еще больше Церковь там трясется Свечи Еле, значит, это самое Горят И опять этот ужас И опять вой И все опять, значит, проходит И, наконец, третий раз Свечи уже не горят Нифига Тут, значит, идет вот Это самое Богослужение Все уже боятся Уже плохо поют Уже молитвы кое-как И в это время грохот Распахивается Дверь церковная Она падает И на пороге дьявол Но он все-таки Приличный человек Поэтому церковь не заходит А он говорит Иди-ка ты сюда, голубушка Иди сюда, иди сюда И падают все цепи Гроб Старушка к дьяволу На коня И Перетянул Перетянул, да Перетянул В церковь не вошел Но бабульку все-таки За собой потянул Дальше идем Это перевод? Все-таки Кто на кого влиял? Жуковский на гугле? Да, вот интересно Это перевод вообще Это перевод Это перевод Не все переводы Нет Нет, нет Не все переводы Это перевод? Это перевод, да На жуковский вообще не при чем Я думаю, что нет Я думаю, что влияние Ну, Варвик Это убийца, который завладел царским троном И чем это потом Алина и Альсим Может быть это вообще фольклор? Это немецкий, да Алина и Альсим Молодые люди Любили друг друга Она вышла замуж за другого В это время возвращается Ее этот самый Бывший муж Бывший жених И он с ней разговаривает В это время входит муж Ревниво убивает обоих Зря совершенно Вот Да Ну Ахилл Вот Эолова Арфа Вещь красивая Давайте попробуем Попою я вам ее Да, и мы на этом как бы Ну вот видите, собственно говоря Все баллады Они все Плохо кончаются Ну, это понятно, что плохо кончается 12 спящих дев Тоже довольно страшная вещь Вот Убаясь Вот Вадим Тут с одной-то не знаю, что делать Не спящий Еще сложнее Вот Рыцарь Тогенбург И вот Ну, кстати, ребятки Ой, слушайте Мы же проявили слово Царя-то Это же Это же самая такая Страшная вещь Да, давайте-ка я вам прочитаю А кто-нибудь сможет Шульберта спеть И Шульберта я не спою Вот Но, в принципе, кто-нибудь Если кто-нибудь мог бы Кто скачет Кто мчится Кто мчится под хладной мглой Ездок запоздал И с ним сын молодой К отцу весь Сдрогнув Малютка приник Обняв его Держит и греет старик Дитя Что ко мне Ты так робко Прильнул Родимый Лесной царь В глаза мне сверкнул Он в темной короне С густой бородой О нет То белеет туман Над водой Дитя Оглянися Младенец ко мне Веселого много В моей стороне Цветы бирюзовы Жемчужной струи Из золота Слиты чертоги мои Родимый Лесной царь Со мной говорит Он в золоте Перлы и радость сулит О нет Мой младенец Ослышался ты То ветер Проснувшись Колыхнул листы Ко мне Мой младенец Дуброви моей Узнаешь Прекрасных Моих дочерей Перемесятся Будут играть И летать Играя Летая Тебя усыплять Родимый Лесной царь Созвал дочерей Мне вижу Кивают Из темных ветвей О нет Все спокойно В ночной глубине То ветлые Седые Стоят в стороне Дитя Я принялся Твоей красотой Неволей Льволей А будешь Ты мой Родимый Лесной царь Нас хочет догнать Уж вот он Мне душно Мне тяжко дышать Ездок Корабелый Не скачет Летит Младенец Тоскует Младенец Кричит Ездок Погоняет Ездок доскакал Грехи Нет Он же ребенок Дети Это цветы жизни Вполне подожди Младенцы Которые даже Из чрева матери Уже что-то Вредничают Да А никто не сказал Что он согрешил Просто так жизнь Устроена Давайте немножко До конца Петь не буду Но хотя бы немножко Да Владыка Морвены Жил в детовском замке Могучий ордал Над озером стены Зумчатый Замок с холма Возвышал Прибрежные дубравы Склонились к водам И стлался Кудрявый кустарник По злачным Окрестным холмам Спокойствие сеней Дубровных Там часто Лой псов Нарушал Рогатых оленей И веприла Немогучий ордал С отважными псами Гонял по холмам И долы с холмами Шумя отвечали Завущим рогам В жилище ордала Веселость Из ближних и дальних краев Гостей собирала И убраны были Чертоги перов Олени рогами И в память отцам Висели рядами Их шлемы Кольчуги Щиты по стенам Молодая минвана Красой озаряла Родительский дом Как зыби тумана Зарею злотимы Над свежим холмом Так кудри густые С головы молодой На персе молодые В ясе бежали Струей золотой Гремела красою Минвана И в ближних И в дальних краях В Морвену Толпою Стекались Витязи Славны В боях И тщерью Гордился Пред ними Отец Но втайне Делился Душою С минваной Армений Певец Молодой Прекрасный Как свежая Роха Роза Утеха Долин Певец Сладкогласный Но родом Незнатный Некняжеский Сын Минвана Забыла О сане Своем И сердцем Любила Невинное Сердце Невинное В нем На темные Своды Багряным Щитом Покатилась Луна И озеро Воды Струистым Сиянием Покрыла Она От замка От сеней Дубра По бригам Огромные Тени Легли Великаны По гладким Водам На холме Где чистым Потоком Источник Бежал Из кустов Под дубом Ветвистым Свидетелем Тайных Светания Часов Минвана Молодая Сидела Одна Певца Ожидая И в страхе Таила Дыханье Она И с харфой Устройной Ко древу К минване Приходит Певец Все было Спокойно Как тихая Радость Их юных Сердец Прохлада И нега Мерцанье Луны И ропа Дубрега Дробимые С легким Блесканьем Волны И долго О милый С любовью Годы И жизнь За годами Лететь Минутная Сладость Веселого Вместе Помедли Постой Кто скажет Что радость Навек Не умчится С грядущей Зарей Проглянет Деница Блаженству Конец Опять ты Царица Опять я Ничтожный И бедный Певец Прости Уж Бледнеет Рассветом Далекий Минва На восток Уж Утренний Веет С вершины Кудрявых Холмов Ветерок О нет Тузорница Блестит В небесах Но скоро Деница И тих Ветерок На кудрявых Холмах Уж Замки Проснулись Мне слышатся Шорох И звук Голосов О нет Встрепенулись Дремавшие Пташки На ветках Кустов Заря Уж Багряна Умилый Постой Минвана Минвана По что ж Замирает Так сердце Тоской И арфу Унылый Певец Привязал Под наклоном Ветвей Будь Арфой Для милой Залогом Прекрасных Минувшего Дней И сладкие Звуки Любви Не забудь Усла До разлуки И вестник Души Неизменный Будь Когда же Мой юный Убитый Печалью Цвет Отпадет О верные Струны В нас С прежней Любовью Душа Перейдет Как прежде Взыграет Веселье В нас И друг Мой Увидит Привычный Завущий Свиданию Глаз Горячий Поздно И рано Под древом Свиданий Минвана Грустит Уныло С Минваной Один лишь Нагорный Поток Говорит Все пусто День ясный Взойдет И зайдет Певец Сладкогласный Минваны Под древом Свиданий Не ждет И ярким Сият Прохладою Дышит Там вечер Осенний В листьях Шумит И ветви Колышит И арху Лобзает Но арфа Молчит В варенье Радость Настала весна И в свежую Младость Красу И весельем Земля Убрана И ярким Сиянием Холмы Осыпал Вечереющий День На землю С молчанием Сходила Ночная Красистая Тень Уж Синие Своды Блистали В звездах Сравнялись А воды И ветер Улегся На спящих Листах Сидела Уныло Минвана У древа Душой Вдалеке И тихо Все было Вдруг К пламенной Что-то коснулось В щеке И что-то Шатнуло Без ветра Листы И что-то Прильнуло К струнам Невидимо Невидимо Слетев С высоты И вдруг Из молчания Поднялся Протяжно Задумчивый Звон И тише Дыхание Играющий В листьях Прохлада Был он В нем Сердце Смутилось То Друга Привет Свершилось Свершилось Земля Густела И милого Нет От тяжкие Муки И минвана Упала Без чувства На прах И жалом И звуки Над ней Застинали В сметенных Струях Когда же Возвратила Дыхание Она Уже восходила Заря И над нею Была тишина С тех пор Унывая Минвана Лишь вечер Ходила на холм И звуком Внимая Мечтала О милом О свете Другом Где жизнь Без разлуки Где все Не на час И мнились Ей звуки Как будто Летящие От родины Глаз О милые Струны Играйте Играйте Мой час Недалек Уж Клонится Юной Главой Недоцветший Ко праху Цветок И странник Унылый На завтра Придет И спросит Где милый Цветок Мой И более Цветка Не найдет И нет Уж Минваны Когда От потоков Холмов И полей Восходят Туманы И светит Как в дыме Луна Без лучей Где видятся Тени Слиявшись Летят Знакомые Мсени И дух Шевелится И струны Звучат Ну вы Герлзе А вы Браво Ну вот Друзья мои Вот Василий Андреевич Вопросы Если есть А дети его У него Двое Детей Было У него Двое Детей Было Нет Поэзии Никакого Отношения Как Живовский Реагировал Когда он Сталкивался С тем Что он Не понимал Что он Народственно Это вы Рассказали А вот Сложным Он не сталкивался Сложным Да Не менее Высокий Диалог Тот Вблизи Него Пропагандировал А делал Совсем Другое Ну как же Не сталкивался Постоянно Ну как же Ну как же Так Ну я хочу Сказать Что Жуковский К счастью Был не борец К счастью Борцом Он не был Вы знаете Я сегодня Брал интервью Одной из Девочки Нашей У меня сейчас В журнале Будет рубрика Портреты Портретная Галерея Нашей школы И вот Я спрашиваю Этой девочке Слушай А вот Когда ты сталкиваешься С чем-то негативным Ты Как себя ведешь Она говорит Я стараюсь Это не подпускать Близко к сердцу Вот Это вот Реакция Василия Андреевича А что Чего Не подпустил Или Не говорили Чего Ну понимаешь Какая штука Ну Высказался Один раз Я думаю Что и жалел Об этом Много Он был Очень Конечно Человек Ну Интеллигентный Порядочный Скажем так Я хочу сказать Что конечно Я думаю Что его близость К царскому двору Ему не прибавляла Оптимизма Так же Как она в свое время Не прибавила Оптимизма Гаврила Романовича Державина Вот Но Вместе с тем Наверное Жуковский Понимал Что Борьба за Человеческую душу Это дело Не быстрое Надо просто Бить В одну точку Постоянно Что он И делал Собственно говоря Своим творчеством Изумительный На самом деле Поэт Ну вы видите Вот мы сейчас С вами послушали Балладу Это же долго Это же Нудно Вот Я правда Постарался Конечно Как-то Ну красиво же Там же сюжет есть Сюжет есть Да Но сюжет Кстати Но сюжет Кстати Спрятан Никакого особенного сюжета нет Любили двое Кстати Вот смотрите Как он Вот если он В тех Других балладах Он описывает Как это все происходит То здесь Одной строчкой Буквально Вот Молва О свидании Достигла отца И мчит он В изгнании Ладья через море И все Больше ничего Именно ванна Не то что она там Умирает Там вот Лежит и говорит Ах я умираю Минвана уж нет Вот Одна фраза Минвана уж нет То есть Здесь конечно Очень Это вообще Лучшая из его баллад Я считаю Она очень Совершенная Михаил Антонович А вот Наверное Не в новой А может быть В старой С временах В 19 веке Начало 20 Кто-нибудь Вам не встречалось Кто-нибудь думал О влиянии Жуковского На судьбу Допустим Будущего царя Освободителя Да Конечно Конечно Вы знаете Как звали Александра Второго Какое у него прозвище было Освободитель Плачущий Его звали Плачущий царь Он был Сентиментален Очень И это конечно Было влияние Жуковского Естественно Совершенно Но Я думаю Что не надо Этого преувеличивать Потому что Потому что Ведь вот Вы смотрите Каким Замечательным Принцем Был император Павел Первый Каким он был Либеральным И замечательным Принцем Куда это все Делось Когда человеку Надо было Не в оппозиции Быть А править Самому Это же все Сложно Это все Очень сложно Когда на тебя Падает вся Ответственность То как себя Вести Это Не каждый Справляется Все таки Моя любимое Высказывание Это Не судите Да не судимы Будете Я считаю Что Когда начинаешь Осуждать Что-то То Надо быть Очень аккуратным И осторожным Точно так же Как с кличками Консерватор Ну и Прочие вещи Михаил А немцы Которых он переводил А что немцы Ну Эти немцы Он переводил Коцеву Он переводил Шиллера Да Литературное общество Как он Относился К тому Что он сделал А я думаю Что они никак Не относились Миша Я думаю Что никак Потому что Да Потому что Для того Чтобы оценить Переводчика Надо владеть Языком Конечно И потом Ты знаешь Что Я хочу сказать Ну Не в укор Как говорится Нашим Иностранным Братьям Им на нас Всегда было Начихать И уж на наше мнение О них-то точно Да 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 Поэтому Ведь вы знаете Что У меня был Друг Не был Есть Собственно Говоря Профессор Культуролог Володя Петров Он меня Очень серьезно Убеждал Что никакой Русской культуры Вообще Нет Ну и как Ну ты знаешь Я хочу сказать Что это очень С этим очень сложно Спорить Он начинает Говорить Вот это А это А это вот А это вот Оттуда А это И начинаешь И думаешь Не договориться Да уж Никакой культуры Нет 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 Не совсем Не совсем Так Конечно Договориться Можно До всего Но ведь Вот Кому Кому А к Жуковскому Это имеет прямое Отношение Да Потому что Три четверти Всего Переводы Говорят Что он был Слаб На Я его очень Хорошо понимаю На сюжеты То есть Выдумать сюжет Для него было Сложно Ему проще Было взять Чужой И на его Почве Вот Ну я думаю Что и это Не абсолютно Где-то было Так А где-то Было иначе Вот И А потом Вот этот Культурный посыл Познакомить Россию С Ведь Это же не только С литературой А философией Возьмите Вот И все остальное Ведь Другое 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 Что Ведь Можно же Говорить и так Что и вообще Никакой Национальности Нет А просто Каждый человек Сам с собой Разбирается Такое тоже Можно сказать Когда-то был Такой Сход Среди Поэтов Насчет Того Бывает ли Что такое Самобытная Поэзия Возможно ли Национальности Вывод Вывод Был Такой Что В принципе Возможно Но это Нагетой Будет Пещерная Или дикая Вот так Которая Не может быть Ребят Кто же знает Кто же знает Ведь на самом деле Чего мы все хотим Да Мы хотим Чтоб вот у них У них Да Строчки Застревали В душе Больше Ничего Да Чтобы они Застревали В душе Чтобы они Волновали Чтобы они Были Не просто Я вот Сегодня Опять-таки Беря интервью Этой девочке Спросил ее Она в шестом Классе Учится Я спросил А тебя Стихи Волнуют Она мне Очень честно Сказала Учу Она Девочка Такая Организованная Сказала Учу Понимаете Так что И не соврала Молодец И не соврала А пару лет назад Когда мне Одна пятиклассница Я ее спросил Какие тебе стихи Больше всего нравятся Она мне говорила Сказала что фета Я идиот Мне на этом бы замолчать Я начал спрашивать Почему Она на меня посмотрела Как на дурака полного И сказала Они коротенькие Хотя Хотя на самом-то деле Короткость стихов фета Не должна никого обманывать Фета необычайно трудно Учить наизусть Именно потому что У него в стихах Нет логики Это все на восприятии Это все на Это все на Импрешн Это все на впечатлении Пойдите Найдите логику В стихах фета Редко Не то что Совсем нет Но редко бывает Это надо вам Влезть его шкуру И так сказать И понять Что он в данный момент Чувствует Вот А это очень современно А Это современно Да Это современно Поедичь логика Нет Ну Возьмите Сумарокова Или Хераскова Или Державина Все вы там найдете Всю логику Какая может быть Михаил Анатольевич А вы все-таки Крающей логике Федичь своей А что Пару слов Про нее Пару слов Не скажешь Опять-таки В Одиссее Его больше всего Вообще Вы знаете Что я хочу сказать О Жуковском Жуковский Был потрясающий Семейный человек Вот просто По сути своей Он был Очень семейный человек И он все равно Дорожил Своими Сестрами И Несмотря Вот на На все это Да Юшковыми Там и так далее Он Он тянулся К семье Всегда И потом Когда он создал Свою семью В этом плане Он был И в Одиссеи Это его Больше всего Интересовало То что Одиссей вернулся Его интересовали Не чудеса Не циклопы Нет Его не это интересовало Его интересовало то Что он остался верен И вернулся Вот И она его ждала Вот главный пафос Одиссей То что именно Жуковского В ней Волновало Люди его заколдовывали Так он несмотря на колдовство Все равно домой хотел Да Это очень сильный пафос Да Действительно Там очень прям Бьет И вот И как раз Жуковский Это все Ну я не знаю Как вам сегодня Удалось ли вам Почувствовать Эту личность Конечно Да Я ужасно боялся Сегодняшней лекции Честно вам сказать Потому что Мне досталась Вот такая книжечка Замечательная Но такая заумная Что я в ней Застрял наполовину Причем она напечатана На жуткой бумаге Серой И у меня уже Голова совершенно Раскалывалась Это именно о Жуковском? Это о Жуковском Да Это практически Докторская диссертация Это вот Атерапевтическая? Да Абсолютно Абсолютно Атерапевтическая Вот Но зато Есть такая Вот кстати Вот смотрите Я вам сейчас покажу Он был чудесным Рисовальщиком Жуковский Да Чудесно Он говорит Синтез искусства Это серебряный губ Ну и что? Говорил? Он начинал С предверья Лермонтов рисовал Пушкин рисовал А что я не могу Не могу ошибаться У меня нет права У меня нет права На ошибку Да 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 Они просто стали Об этом Теоретизировать А Пушкинский Было Ну всегда Он очень-то рисовал Так Что? Почеркивал Да Он карикатурой Пушкин рисовал Ну вот Рисунки Жуковского Вы можете Посмотреть их Он очень хорошо рисовал У него такое Тонкое перо Вообще Надо сказать У меня так получилось Внутри себя Что я Готовясь к Жуковскому Одновременно Мне пришлось Готовиться К концерту По Пастернаку И когда я начал Читать Василия Андреевича Мой господи Какие же они были цельные Как же с ними Нет Ну что значит Они цельные А Пушкина Теучи Теучи Ванечка Теучи После всего Что я вам О нем рассказал Вы считаете Что он был цельный Нет Я и говорю Не цельный А вы говорите Какие они были цельные Я имел ввиду Нет Как раз то же самое Вот на нем Все кончается На нем Все кончается Ну что Мы следующий раз 1 марта Я смотрю У нас есть новые люди Если кому-то Нужна информация Олег